Я обычно вечерами смотрю наши городские и местные новости и что-то готовлю на кухне. Домашние дела пенсионерка Евгения Кузнецова совмещает с просмотром новостей. Каналы выбирает местные. Здесь она узнает, где, например, пройдет ярмарка. Там ту же картошку можно купить дешевле. Или когда поднимут цены на проезд в автобусе и на сколько. На федеральных каналах о таком не услышишь. Зато там сейчас много сюжетов про цифровое телевидение. Говорят о переходе и о прогрессе. Вот только что будет с региональными каналами, там рассказывать забывают. Пенсионерка переживает, может ли так случиться, что местных каналов в итоге не будет. Общие, как сказать, вопросы нашего государства, конечно, интересны, важны. Но без местных каналов я не смогу. Мне надо местные каналы. Что творится в нашем городе, что будет. Для меня это важно. А вот так вот перейти на то, чтобы были одни федеральные, я ужасно против. Мам, вот приставка для цифрового телевидения. Не извини, надо бежать. Потом приеду, все настрою. Только не опоздай, а то аналог отключат. Сразу успокоим. Конечно, местные телеканалы останутся. Просто правительство решило не пускать их в цифру. Напомню, переход на цифровое вещание – это целевая федеральная программа. Разработали ее еще в 2009 году. Задача – устранить информационное неравенство. Жителям крупных городов доступны десятки каналов, а в некоторых деревнях – лишь 3-4. Запустить цифру сначала обещали в 2015 году. Потом в 2018 году. Меняли правила, параметры. В итоге за 10 лет, по словам заместителя министра цифрового развития Алексея Волина, потратили чуть больше 63 миллиардов рублей. На эти деньги в том числе создали два мультиплекса. В первый мультиплекс вошли основные государственные федеральные каналы. Это Россия, первый канал НПВ. Им попадание в мультиплекс гарантирует указ президента. Во втором мультиплексе оказались каналы коммерческие и развлекательные, домашние СТС, ТНТ и другие. Но в процессе подготовки к цифре телевизионный рынок перекроили и, по сути, монополизировали. По мнению экспертов, сделали это в финансовых интересах небольшой группы лиц. Так, за техническое вещание по всей стране отвечает одна компания, за рынок рекламный – другая, и конкурентов у них нет. Определён единственный оператор РТРС, который определяет, хотя, по большому счёту, это может сделать любой оператор связи технических. Монополизация и рекламного рынка тоже идёт. Если раньше, например, хотя бы на уровне федерального масштаба было два конкурирующих агентства – Video International и Alcassar, то буквально там пару лет назад они объединились, и образовался Национальный рекламный альянс. Это единый продавец рекламы. Конечно, это монополия. А это поставило в неравные условия федеральные и региональные каналы и привело к проблемам в отрасли. В европейской части России многие местные телеканалы находятся на грани закрытия. Но Красноярск всегда отличался от других регионов. У нас исторически сильное телевидение со стабильной аудиторией. Красноярская аномалия, она, конечно, известна всей стране. Это ситуация, при которой местные красноярские новости всех местных телекомпаний, они тащат долю федеральных партнёров вверх. В то время как во многих других регионах региональное телевидение медленно и постепенно сошло на нет. У таких регионов, к сожалению, по стране большинство. У региональных каналов и у федеральных задачи совершенно разные. И никакая федеральная поездка, конечно, не заменит тех, кто на земле. Но есть здесь и политический подтекст. Местные телеканалы не занимаются пропагандой. Ими сложно управлять. Иначе как объяснить, почему для региональных каналов отказываются делать мультиплексы? Ведь проблемы в этом нет. От государства не требуется ни денег, ни сложных технических решений, только согласие. А его нет. Если говорить о городской мультиплексе и возможности, да хоть сейчас. Стоимость этого проекта, условно говоря, миллион-полтора рублей. Вы понимаете, что все телекомпании просто могут сброситься и купить этот передатчик пресловутый, который относительно недорог, и решить эту тему. Но к этому нет политической воли. Мы пишем заявку министерству, министерство нам отвечает, что нет регламента к этому. Хотя очевидно, что местные телевизионные каналы нужны. По последним данным Медиаскопа, количество, например, зрителей новостей ТВК превышает программу «Время» на Первом канале. Люди хотят и будут смотреть местное телевидение. А мы будем вещать. Но сама ситуация с переходом на цифру в очередной раз показала. Власть действует не в интересах зрителей и регионов, а решает лишь свои задачи. Екатерина Лукашенко, Виталий Суботин. Воскресные новости. ТВК.